МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Дарья Райзенова. В течение ближайших шести лет Мариэл получит более миллиарда рублей на поддержку предпринимателей. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания, которое провел министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Нашу республику представлял глава региона Александр Евстифеев. Речь шла о вопросах эффективной реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Стороны рассмотрели задачи, стоящие перед регионами, и меры, принимаемые субъектами для эффективного использования бюджетных средств. В Мариэл в рамках нацпроекта утверждено и реализуется пять региональных проектов, общий объем финансирования которых до 2024 года превысит 1,2 млрд рублей. В их числе проект по расширению доступа бизнеса к финансовым ресурсам, меры по развитию региональной инфраструктуры, поддержке бизнеса, поддержка предпринимателей, работающих в социальной и туристической сферах, а также два проекта, направленные на популяризацию предпринимательства и создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В ближайшие месяцы в Ишкар-Оле будут капитально отремонтированы четыре городские магистрали. 2 апреля объявлены электронные аукционы на ремонт столичных объектов в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные работы». Так, в этом году ремонт проведут на четырех автодорогах. Это Ленинский проспект практически на всем его протяжении, Первомайская на участке от Панфилова до Серова, улица Карла Маркса от Строителей до Ленинского проспекта, улица Западная на участке от Ивана Корли до улицы Дружбы. Таким образом, сразу четыре городских магистрали подвергнутся капитальному ремонту. Здесь планируют заменить асфальтовое покрытие, бортовой камень и провести реконструкцию колодцев, попадающих на дорожное полотно. Как подчеркивают в мэрии, впервые в городе будут применяться современные марки асфальтобетонных смесей, которые должны обеспечить поддержание дорог в нормативном состоянии в течение долгого времени. Планируется, что работы начнутся во второй половине мая и завершатся в конце сентября. Общая стоимость ремонта четырех дорог Ишкаралы на этот год около 360 миллионов рублей. Какие улицы Ишкаралы требуют первоочередного ремонта, по мнению самих горожан? С этими вопросами мои коллеги вышли на улицы столицы. Ну, если только бульвар в самом, более или менее в нормальном состоянии, остальные улицы, вы же видите, абсолютно никакие. Первая майская. Ну, я живу в Сумбатхее. У нас там тоже требуют ремонта. Наши улицы Петрова. Потом у нас воинов тоже надо бы поремонтировать. Бульвар Ураева. Там Петрова, да, тоже. Большой, не знаю. Центр. Красноармейская. Водопроводная. Дороги нужно отремонтировать. Советская улица. Бульвар Ураева, Петрова. Водопроводная. Ну, в центре тоже можно. Ну, Советскую надо отремонтировать. Потом Ленский проспект в начале, в конце. И вот улицы, которые около Мамазе проходят. Что машиностроителей вся по всей длине, а что с другой стороны. Я думаю, что Эшпая. Там очень разбитые дороги. И водопроводная, больничная. В первую очередь, я думаю, центр. Самое главное. На набережную обратить внимание. Ну, и окраина не забывать. Потому что окраина у нас ужасная. Работы по очистке города от зимней грязи начались в Ишкарале в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству. Как сообщают в своем профиле, в соцсети первый заместитель мэра столицы Лев Покровский, сотрудники МОП «Город» начали мойку ограждений мостов города. Параллельно коммунальщики приводят в благообразный вид здания и жилые дома, стены, которые расписаны вандалами. Надписи закрашиваются в соответствии с городскими правилами благоустройства. Напомню, что в рамках месячника в Ишкарале пройдут два общегородских субботника. Они намечены на 19 и 26 апреля. В мэрии приглашают присоединиться к уборке любимого города всех неравнодушных ишкаралинцев. Средства на поддержание городской инфраструктуры и коммунального хозяйства в надлежащем состоянии поступают в том числе и за счет платежей горожан за услуги ЖКХ. И эта сфера – одно из больных мест столицы, поскольку ишкаралинцы задолжали за коммунальные услуги уже более полумиллиарда рублей. Эта сумма с начала года выросла почти на 40 миллионов. Как сообщают в администрации Ишкаралы, собираемость платежей от населения за последние два месяца составляет немногим более 93%. В этом году должникам было направлено порядка 12 тысяч уведомлений о досудебном погашении. Правоохранительные органы проводят рейды по адресам потребителей должников. Ситуацию взяла под контроль прокуратура города. Отмечу, что в 10 квартирах горожан предоставление коммунальных услуг жильцам приостановлено. Злостным неплательщикам отключили электроснабжение, газ и воду. Познакомиться с Мариел, не выходя из дома, вполне реально. В республике заработал свой туристический портал, правда пока в тестовом режиме. На сайте visitmariel.ru можно найти подробную информацию о турресурсах региона, узнать все о музеях и исторических местах. Информация разделена по разделам – традиции, кухня и музыка. В ближайшее время на портале появятся данные о точках питания, размещения и турмашрутах по Мариел. Сайт оформлен с использованием морейских брендов и орнаментов. Портал рассчитан как на российских, так и на иностранных туристов, поэтому сделан и на русском, и на иностранных языках, в частности на английском. В ближайшее время увидеть общую картину турресурсов региона можно будет на туристической карте. Отдельный раздел будет посвящен событийным праздникам, а также рыбалке и охоте, которые особо привлекательны для иностранных туристов. В Мариел, как и по всей России, а также в Братской Белоруссии сегодня отмечают День единения народов. 2 апреля 1996 года был подписан договор об образовании сообщества двух стран, а спустя год – о создании союзного государства. С тех пор две страны неизменно придерживаются партнерского курса и сотрудничают во всех сферах – экономике, науке и, конечно, в культуре. Традиционно праздник прошел и в Ишкарале, где проживает белорусская диаспора. Центром празднования стал Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая, где состоялась молодежная акция «В крепкой дружбе. Наша сила». Ее участники – не только студенты высших и средних специальных учебных заведений, коллективы и солисты художественной самодеятельности, артисты Республики Мариел, но и народный вокальный ансамбль «Славяне». Гости из Республики Беларусь. Беларусь, Беларусь, мы народный гордый и сильный страны. Беларусь, Беларусь, только верим, если мы вместе, тогда мы сильны. У нас в Республике уже более 10 лет проходят Дни дружбы белорусского народа и народа Республики Мариел и России. И здесь очень важно отметить, что это проходит все именно при участии молодежи. Как, собственно говоря, и сегодняшний данный форум проходит в стенах колледжа культуры и искусств. Это не случайно, это хорошая, мне кажется, зарождается тоже традиция. И впервые к нам приехал народный ансамбль песни «Славяне» из Беларуси. Мы этот визит ждали уже давно и очень рады, что наши партнеры приехали, наши коллеги здесь. И вот этот концерт сегодняшний, который мы подготовили, я думаю, послужит хорошим фундаментом продолжения наших взаимоотношений, потому что есть у нас идеи и планы, что будут продолжать и наши коллективы в Беларусь выезжать. Отмечу, что 3 апреля народный вокальный ансамбль «Славяне» выступит на фестивале национальных культур «Мост дружбы» в техническом вузе, сообщили в Республиканском центре русской культуры. Более 170 тысяч рублей лишился Ишкаролинец, пытаясь продать сварочный аппарат через интернет. На сайте бесплатных объявлений он разместил объявление, а когда нашелся якобы покупатель, мужчина, не задумываясь, предоставил ему все реквизиты своей банковской карты для перевода денег, включая и ту информацию, которую нельзя сообщать даже сотрудникам банка. Подробнее о действиях телефонных и интернет-мошенников и не только в сводке 112. Два человека погибли, 11 получили травмы. За минувшую неделю на дорогах Республики зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Самые серьезные ДТП произошли с участием пешеходов, которые перебегали проезжую часть дороги в неустановленных для этого местах. Одно из таких происшествий произошло утром 25 марта в городе Козлодемьянске, где мужчина перебегал дорогу недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода прямо перед ехавшей автомашиной. В результате от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. И еще один наезд на пешехода произошел вечером 31 марта в Звениговском районе, где мужчина резко выбежал на дорогу, также перед близко ехавшим транспортным средством, в результате чего на него был совершен наезд. За 7 дней в Мариел было зарегистрировано 11 пожаров. Огнем уничтожено 3 строения и одно транспортное средство. Обошлось без жертв. Что касается обстановки на водных объектах, на территории Республики продолжается ледостав. Но из-за теплой погоды лед с каждым днем все тоньше, и выходить на него становится все опаснее, отмечают спасатели. На Волге и Ветлуге толщина льда сейчас составляет 20-25 сантиметров. На фарватере лед еще тоньше, около 15. Имеются многочисленные промоины. В Вешкар-Ален на малой как шаге лед сейчас толщиной примерно 30-35 сантиметров. В районе Ширяйково немного тоньше, и там также встречаются многочисленные промоины. Относительно прочным остается лед только на прудах и озерах. Здесь он примерно 40-45 сантиметров. По прогнозам синоптиков, вскрытие рек на территории Республики ожидается во второй декаде апреля. А что касается максимальных уровней воды во время весеннего половодия, то они ожидаются в рамках средненаголетних значений. В Мариел участились случаи телефонных и интернет-мошенничеств. Причем в числе пострадавших нередко молодые люди, которые активно общаются в социальных сетях и, казалось бы, знают, как вести себя на просторах интернета, не говоря уже о соблюдении мер безопасности при пользовании банковскими картами. Но злоумышленники нередко оказываются хитрее. В последнее время они частенько выбирают жертву среди тех, кто продает что-то на сайтах бесплатных объявлений. Тот, кто звонил, предложил перевести предоплату на карту через банкомат. Добавил, что так удобней. Я пришел к ближайшему банкомату, он мне перезвонил, попросил вставить карту в аппарат и зайти в меню банковских счетов. В общем, я ему продиктовал номер своей карты и номер СМС. Потом он сказал, что перевел предоплату, но ошибся. То есть перевел больше, чем нужно. Попросил вернуть. Я действительно думал, что это не мои деньги. Сумма-то была немаленькая – 170 тысяч. Он диктовал мне по телефону, что делать. Я вводил комбинации. Когда связь прервалась и лжепокупатель перестал отвечать на звонки, мужчина задумался и проверил счет. Выяснилось, в результате сделки южкоролинец не приобрел, а потерял 172 тысячи рублей. Не сообщайте никому, даже сотрудникам банка, свои пароли, пин-коды и трехзначный код на оборотной стороне карты. Не совершайте никакие действия на своем телефоне или банкомате, на которые вам указывает неизвестное лицо, позвонившее по телефону. Кроме того, рекомендуется пользоваться проверенными интернет-ресурсами, внимательно читать комментарии к странице и не спешить перечислять денежные средства на счета незнакомых граждан. Всего с начала года на уловки интернет-мошенников уже попались более ста жителей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Суэта и коллективы 12 самых смешных сценариев, 4 лучших музыкальных номера прошли финал конкурса юмора, который состоялся на сцене Марийского национального театра драмы имени Шкитана. Фестиваль-конкурс «Борсталаш Таватат Сулу-Когол», смеяться право не горешно, проводится с 1992 года. Газета «Кугарня» начала выпускаться с 1991 года, а этот конкурс уже на следующий год начали проводить. И вот с тех пор уже каждый год проводится. Было два раза, по-моему, не проводилось, а в остальные годы каждый год проводилось это мероприятие. Народ нравится, народ любит, и поэтому всегда приходят смотреть это мероприятие. Отмечу конкурс юмора «Смеяться право не грешно» призван сохранить и развить уникальный жанр сценического афильетона, поощрить мастеров исполнения монологов на марийском языке. Он также способствует выявлению новых талантливых юмористов среди любителей, артистов и коллективов, работающих в разговорном и оригинальном жанрах. Это были новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы на сайте метр12.ру, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканалов в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин